друзья всем добрый день у нас сегодня с вами было все по центру всем здравствуйте у нас сегодня с вами не совсем финансово инвестиционная тема у нас с вами сейчас к эфиру прямому присоединиться адвокат и мы будем с вами разбираться с вопросами мобилизации кого можно кого нельзя призывать какие права есть у тех кого призывают какие права есть если вам вручили не вручили повестку вот поэтому сейчас мы вам с вами ждать адвоката и я со своей стороны буду комментировать так вот все присоединили вы уже ее много раз видели знаете я со своей стороны дам некоторые комментарии по экономическим до определенным вопросам анастасия привет да есть картинка и есть звук так еще раз давайте представлю я уже обозначила нашу тему думаю что многие и так знают у нас вопрос мобилизация права наших мужчин и женщин тоже потому что женщины тоже есть служащие и военнослужащие в числе есть врачи которые под вопросом что с ними тоже непонятно будем с вами это сегодня обсуждать давай так наверное я задам вопрос который сейчас вопрос который все спрашивают юридически чем отличается частичная мобилизация от мобилизации то есть вот у нас есть термин частичная только что у меня была дискуссия как раз юристом и юристом военным и вот мы тоже продискутировали на эту тему и мы не поняли в чем именно отличие потому что исходя из формулировок указа там нет нигде ограничений по тому количеству которые собираются мобилизировать мы их слышим только от официальных лиц вот поэтому в чем отличие частичной и частичной здесь я не могу сказать более того считаю что при ответе на все остальные вопросы это не имеет никакого значения то есть мы можем говорить что с точки зрения юридической мы сейчас как бы можем все рассматривать как просто мобилизацию без каких-то поправок на частичность это я считаю что да то есть мы можем говорить о мобилизации в целом потому что вот те вопросы которые задаются у кого отсрочка его мобилизировать вот никакого значения нет она частичная или не частичная эта мобилизация Вот, поэтому, да, что бы предложила я? Я бы предложила как бы обозначить, кого мобилизуют, кто вообще подпадает туда, чем это отличается от призыва в армии, потому что это совершенно разные основания отсрочки. То есть кто подвижит мобилизации, у кого есть отсрочка, что там с болезнями, что с иждивением, потому что все уже побежали разводиться, чтобы ребенок был на иждивении, подождите, подождите, этого еще делать не надо, да. То есть вот я бы прошлась по всему этому дальше, как получать повестки, как их выручать, что должен делать работодатель, ну и дальше мы бы ответили на остальные вопросы, которые наверняка есть, там, как платить алименты, как платить ипотеку и вот это все. То есть я предлагаю так, мы бы начали вот с этого плана. Если у вас после моих объяснений остался вопрос, вы их, пожалуйста, задавайте. Вот пока мы пройдемся по этому, может быть, не стоит прямо сейчас писать эти вопросы, подумать о них просто, я не знаю, там, Саша, ты, наверное, как-то мониторишь, потому что я их тоже не потеряю. Я вопросы все буду мониторить. Смотри, давай, вот я вопрос, малибализация и срочная служба, это то, что сейчас все не понимают. Вот есть, значит, муж, который отслужил в армии и сейчас просто срочную службу прошел, сейчас вот работает, он уже там 10 лет, не знаю где, да, первая категория. А есть сын 18-летний, который никуда сейчас не поступил, и он попадает под, и вот он сейчас как бы должен стать срочником. Вот они в две категории различаются? Различаются. Значит, первое, когда мы говорим о мобилизации и обо всем, что сейчас происходит, мы смотрим на два закона. Первый закон, он так и называется, о мобилизации. Второй закон, он называется о воинской службе. Идем к первому закону. Что сказано в законе о мобилизации? Вот прям 17-й статье, мы ее открываем, можете смотреть в интернете, что там сказано. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. То есть первое, что вас призвали на мобилизацию, вы должны быть в запасе. Второе, у вас не должно быть отсрочки конкретно по мобилизации. Исходя из этого, возникает два вопроса. А кто такие люди в запасе? Вот чтобы ответить на этот вопрос, мы идем к закону о воинской службе, а именно к статье, какая она там, по-моему, 52-я, сейчас посмотрю. А, вот, зачтение в запас. И тут вот такая простыня тех, кто находится в запасе. Так, я просто их даже сейчас все, наверное, не перечислю, это тоже можно посмотреть. То есть это те, кто уже уволен с военной службы за чтением в запас, те, кто закончил военные кафедры, то есть те, кто отслужил. Те, кто тогда при службе в армии получил отсрочку по категории B в связи с состоянием здоровья, да, вот они в запасе. Категория В, они в запасе, те, кто прошел альтернативную службу, они в запасе, те, кто прошел военную кафедру, они в запасе. Вот вся простыня запасников написана в статье 52-й закона о военной службе. То есть вот эти люди, которые там перечислены, они подлежат призыву по мобилизации. И это отличается с призывом в армию, потому что призыву в армию подлежат другие лица, да, это вот от 18 до 27, да, и есть предусмотренная в законе о военной службе статья, у кого есть отсрочка от призыва в армию. То есть если вы студент-очник, вы получаете отсрочку от призыва в армию, и вас никак не могут взять по мобилизации. Почему? Вопрос к тебе. Вы не в запасе. Вы не в запасе. Вот эта логика. Причинно-следственная связь. Если вы не в запасе, вы не в мобилизации. Но если вы не служили, и у вас была отсрочка от армии вот по этой категории В, вы где? То вы в запасе. Вы подлежите призыву по мобилизации. Не в армию служить, вот так вот, а призыву в мобилизацию. Вот это просто важно различать, потому что от этого многие вопросы... Я сейчас быстренько пойду, поступлю в бакалавриат. Меня же не возьмут в мобилизацию. Подождите, Фонда. А как бы если вы уже отслужили в армию, то пойдете вы сейчас получать очное образование. Не пойдете. Не имеет значения для мобилизации, потому что вы в запасе. Вот это нужно понять. Сейчас прям по списку того, что писали. Парень после школы пошел, отслужил, поступил в этом году в институт. Он подлежит мобилизации, несмотря на то, что... Он в запасе? ...бакалавриата, он в запасе. То есть его спокойно прямо в институте можно забирать и мобилизировать. Смотрите, он в запасе, да? Да. Я просто слушаю. Конкретный, да? Какой максимальный возраст, когда мужчина перестает быть в запасе? До какого... Значит, чтобы ответить на этот вопрос, мы остаемся в том же законе о воинской службе. И это у нас дальше состав запаса. Статья 53. И вот там есть три разряда. И там разный возраст в зависимости от звания. Там солдаты, майоры и так далее. В зависимости от звания есть три разряда. И разный возраст. То есть здесь неудобно тебе скинуть. Мы дальше можем... Мы на канал продублируем табличку. Да, мы продублируем эту табличку. То есть есть три разряда. И там разные возраста по тем, которые могут призываться. Есть... Знаете... У Каратима. Если просто после срочной службы там рядовым ушел, то какой крайний срок? Вот там... Ну, вот смотрите, состав запаса солдат, то есть солдат рядовой. Первый разряд до 35 лет, второй до 45, а третий до 50. Вот это рядовые. А если уже, например, там подполковник, то первый разряд до 55, второй до 60, третий до 65. И важно... Вот тоже только что мы общались с военным юристом, дискутировали на эту тему. Вот эта категория разрядов, первая, вторая, третья, это еще не говорится, что сначала призываем первую, потом призываем вторую, и только потом третью. Вот такой зависимости нет. Поэтому каким образом будет призываться, ну, по крайней мере, я пока не знаю, но нет такой зависимости. То есть, что надо понимать? Мобилизуют те, кто в запасе. Категория запасников отражена в законе о воинской службе, да, и она не равна тем, кто освобождается от призыва срочной службы в армии. То есть, если вы в запасе, можно мобилизовать. По срокам, по возрасту, вот есть, ну, предусмотрены в законе вот эти возраста. Вот по ним и можно, как бы понять, вы подпадаете туда в связи с вашим званием, возрастом, или не подпадаете. То есть, это такая общая категория. Кого именно, в первую очередь, в десятую очередь, мы не знаем, да? То есть, мы можем только получать информацию из открытий, как точно. То, что нам сказали, там, это будут только те, кто служил, там, военная кафедра нам не нужна. Сегодня мы уже, на самом деле, видим по результатам, которые есть вокруг, что ситуация не совсем такая. Будем говорить аккуратно. Ну, смотрите, здесь я что могу сказать? Мы точно не знаем. То есть, мы можем сказать, что законодательная база позволяет призывать разных, да? Как именно и кого именно будут призывать, непонятно. Но, может быть, с точки зрения логики, да, есть, там, рациональность призывать, например, вот если сказать, что необходимы специалисты таких-то профессий, то есть, есть вероятность, что, наверное, в первую очередь будет призывать их. То есть, здесь уже вопрос, так скажем, не права, а вот факта, как в действительности нужно, так, скорее всего, и будут поступать, потому что законодательная база позволяет это делать. Вот это, что касается вопроса того, кого мобилизируют и у кого отсрочка. Вот просто с этим разобрались, понятно? Давай еще раз глобально. Если у вас ребенок сейчас после школы сразу поступил в институт, учится на очном втором курсе, вы ничего не боитесь, он ни в армию срочником не идет, он мобилизации не подлежит, вы живете спокойно. Если у вас ребенок пошел после школы и отслужил в армию, поступил в институт, то ваш ребенок подпадает под мобилизацию. Если ваш муж до 27 лет учился, стал кандидатом наук, не проходил военную кафедру, а просто вообще по возрасту перестал попадать под эту срочную службу, то есть не служил ничего, он по факту отказывается в запасе. То есть все мужики, кроме упрощенной, извините, говорю, наши мужчины, кроме студентов, очников, которые не были до этого на срочной службе, они попадают под мобилизацию. Ну, понятно, мы сейчас инвалидов, там вот инвалидность разных групп, мы сейчас вообще здесь, ну, как бы, естественно, не обсуждаем. Так, поставьте, пожалуйста, десяточки, если здесь вам понятно, да, и очередности, что надо вызывать только тех, кто там 25-летний, отслуживший, молодые, несемейные, или 40-летний, кандидат наук, как бы здесь очередности у нас никакой нету, да, потому что если вдруг разнаряд поняли, что вы там классный человек с опытом, не знаю, в РЖД, то ни разу не служили, возможно, вы Родине нужны, несмотря на то, что вам уже почти 50. Вот, да, то есть под 50 у нас все попадают. Так, смотри, дальше у нас какие вопросы очень важные, повестки. Вот, как она... Повестки. Вот, значит, здесь такой вопрос ключевой. Мобилизация, это не только про повестки, да, у вас может быть мобилизационное предписание, и тогда вам не надо ждать повестки, вы, пожалуйста, посмотрите, что у вас там в воинском билете. Если есть мобилизационное предписание, со вчерашнего дня надо явиться, да, если его нет, надо ждать повестки. Ну, вот, есть такое мобилизационное предписание у тех, кто... Куда это смотрит? Сперебоем. Куда смотри? Военный билет, посмотри, посмотри военный билет у мужчин. То есть, если есть мобилизационное предписание, то повестки ждать не надо. Если его нет, повестку ждать надо, да, то есть, тут вопрос, когда, значит, что это являться. Если есть предписание, уже являются, если нет, надо ждать повестку. Следующий вопрос, кто вручает повестку, как вручает повестку. Вопрос, кто вручает повестку, во-первых, это военный комиссариат, во-вторых, он может направлять ее через работодателя, и работодатель обязан ее вручить работнику. Здесь сразу куча интересных вопросов, да, я просто сразу скажу, что вот мы сейчас обсуждаем вопросы, вот тема абсолютно, ну, для нас нетипичная, новая, то же самое, как в 2020 году было с пандемией, никто не знал, что делать, да, поэтому мы сейчас исходим из того, что есть сейчас, да, в законе, но, так или иначе, законодательная база может меняться, исходя из потребностей. Вот, например, вопрос, а если вы работаете дистанционно, что делать с вами, то есть, как работодателю вручать повестку, сразу говорю, никто не знает ответ на этот вопрос, да, никто не знает на него, то есть, работодатель тогда должен введать, а? Значит, давай вот такие вопросы, которые сегодня задавали мне много. Первое, на госуслуги пришла повестка, считается, не считается? Я не знаю, как она может прийти на госуслуги, ее должны вручить под подпись. Это что это такое? То есть, я даже не буду вот этого, ну, я не знаю, а ты видела вот это доказательство? Вы можете, знаешь, в интернете много что пишут. Я просто говорю, как должно быть. Повестка должна вручаться под подпись представителям военного комиссариата, либо она должна вручаться работодателем, когда, ну, то есть, посредник здесь, работодатель вручает работодателю, работодатель под подпись вручает работнику. То есть, работник отказывается ее получать, работодатель должен зафиксировать и сообщить, что я не могу вручить, потому что, если он это не сделает, у него административка, да, небольшая, но административка там до трех тысяч. А также, если вы будете уклоняться от вручения вам повестки, или не приходить, да, когда вам надо уже прийти, то это тоже административка до трех... Товарищ, сначала, вот парень едет в метро, к нему подходит просто полицейский, говорят, проверка документов. Вопрос номер один, может ли он сказать, а с чего вообще проверка документов, что я нарушил, не собираюсь никакие документы давать? И вопрос номер два, вот у него взяли паспорт и сразу же позвали какого-то прекрасного, приятного мужчину, который вручает повестку ему в руки. Потому что их там вот выписывают в метро с ДПСниками и так далее. Вот так могут делать? Смотри, значит, повестку должны вручить под подпись. Нигде не написано, что ее тебе должны вручить дома. Вот нигде не написано. Вопрос о том, а может ли полиция остановить и вручить? Ну, во-первых, у полиции, в принципе, по закону ограниченные полномочия по остановке и проверке документов, то есть это значит, почему проверка, какой-то рейд или лицо подозревается в совершении преступления, вот на него ориентировка. То есть, в принципе, должны быть какие-то основания для проверки документов, и эти основания строго перечислены в законе о полиции. Второй повестку должен вручать представитель комиссариата. То есть, ну, я не знаю, то есть вот опять же есть вопросы факта, как происходит на самом деле, а есть то, как в законе. Вот в законе написано комиссариат, либо через работодателя. И в законе написано, что полиция может останавливать, проверять документы в предусмотренном законе в случае. То есть, как на самом деле будет, я не знаю. Я могу сказать только, как написано в законе. Получать под подпись лично, то есть если не получаете, уклоняетесь, то вот это состав административного правонарушения. И, ну, соответственно, работодатель вам тоже может вручать. Поэтому вот у меня сейчас, ну, такое предложение, просьба, я не знаю, там, вы работодатели, те, кто, если у вас люди работают по дистанту, вы проверьте вообще, как у вас с ними договор-то оформлено, да, чтобы вам лишний раз не попасть на административку. Если вы сидите в Москве, у вас сотрудники в Челябинске, и при этом непонятно, как у вас оформлены документы, вы как им будете передавать? То есть, если у вас работают сотрудники по дистанту, оформите договор как надо, да, то есть в соответствии с трудовым законодательством, чтобы вам потом не отвечать, почему вы не можете своего работника известить, да. Если вам надо с командировки, как бы, оформите эту командировку как надо, да, чтобы просто не попасть на ровном месте под административку, зачем она вам нужна. Вот это что касается повесток. Поэтому, если есть модуляционное предпочтание с повестками, что? Давай еще вопрос сразу задам. Вы смотри, останавливают парня в метро. Что он может сказать, чтобы потянуть время, поговорить с полицией, потому что полиции может стать уже скучно с ним разговаривать, что им попался такой тут умный, который начинает им вопросы задавать, потому что сегодня реально было много видео в интернете, где, как бы, парни с подвешенным языком начали там, а на каких основаниях проверка? Вот есть ли на меня ориентировка? А у вас есть там наряд, что вы здесь всех проверяете? Вот он правильные вопросы задает. Есть ли ориентировка, на каких основаниях проверка? Список вопросов людям сейчас скажем, чтобы, как бы, можно было себе запомнить, что вообще я могу сказать. Если остановили парня и говорят, а покажите-ка паспорт, и тут там рядом стоит мужчина в военной форме с доброжелательной улыбкой. Во-первых, у вас может паспорта не быть. Во-вторых, ну, ты вопросы уже обозначила. На каком основании проверка? Есть ли ориентировка? Что зареет? На каком основании проверка? В чем дело-то? В чем оно происходит? Почему оно происходит? Вот. То есть, как будет на самом деле, ну, мы не знаем, но вот по факту так. У полиции должны быть основания для остановки и проверки. Отвечают на основании мобилизации. Вот ответ такой. Проверка, потому что у нас мобилизация. Проверяем документы. Вы вообще военные... А в законе так не написано. А подождите, в законе так не написано. В законе... Ну, ничего... В законе полиции я не видела изменений. Еще пока. Может быть, они будут. Но пока еще в законе полиции не внесены изменения по этому поводу. Ну, пока я не видела изменения о том, что надо... Если нет паспорта, тащат в отделение для опознавания личности. Что тогда делать? То. Ну, вы же хотели потянуть? Ну, как бы, решайте. В это время можно звонить различным адвокатам. Есть там всякие солдаты. Понимаешь, в это время... Ну, то есть, если тебе надо вручить повестку, ее тебе, скорее всего, вручат. Не сегодня, так завтра, но ее вручат. Ну, здесь вопрос в том, что есть шанс всегда, когда, если вы будете договорчивы, доброжелательны, да, без наезда к полицейскому, а будете, как бы, с ним разговаривать, есть вероятность того, что возиться с вами 20 минут, и вам что-то рассказывать ему будет лень, потому что есть еще другая толпа. Тоже поставьте, пожалуйста, десяточки, если вы это услышали. Если это не спасет на 100%, и еще раз, да, то есть выдать должен не полицейский, а не ДПСник, там, не просто участковый, а представитель военного комиссариата. И, наверное, можно задать вопрос, покажите какое-то удостоверение, что вы являетесь именно представителем военного комиссариата, да, вы не просто какой-то патриот, который на добровольных началах стоит и что-то раздает. Так, значит, как повестки? Дальше, в вопросе очень много было. Теперь из работодателя тоже можно. Теперь дальше следующий вопрос. Если, значит, человек на больничном, вот человек на больничную шел на неделю, две, три, вот он себя больничной продлевает, является ли больничной какой-то, ну, условная, нога сломанная, рука сломанная, какой-то отсрочкой? Вот приходите вы с гипсом. Слушайте, во-первых, в больнице является, ну, уважительной, есть уважительная причина. Вот вам вручается повестка, вам надо явиться в военкомат, да, то есть вам же не день в день надо явиться. Особенно, если она вручается через работодателя, там, ну, должно быть несколько дней, что работодатель вручает, работник должен уйти, успеть пойти в военкомат, да, чтобы не нарушить сроки. И если он не пойдет в этот срок, и у него есть уважительные причины, то тогда не привлекают к ответственности, да, то есть уважительные причины больничной, там, поварная, еще что-то, ну, то есть уважительные причины неявки. Ну, конечно, это учитывается. Если есть уважительные причины неявки, нет ответственности за то, что вы не явитесь в этот срок за предписанием. Если работник на работе, работодатель должен уведомить, не могу я его уведомить, потому что он у меня на больничном, или он в отпуске, я не могу исполнить возложенную на меня обязанность, да, то есть тогда работодатель тоже не будет привлечен к ответственности, потому что он объективно не может исполнить эту обязанность. Ну, то есть здесь, мне кажется, все очевидно. Все неочевидно со следующим вопросом, их прямо вот миллион пятьсот. Иждивение, да, то есть вот в, значит, статье по законе о мобилизации там есть целый перечень оснований ответственности, вернее, освобождения от срочки, от мобилизации. Это, значит, если ты мужчина, если у тебя четыре и больше детей, если ты женщина, да, то если у тебя один ребенок до 16 лет, либо ты беременна, на сроке не меньше, чем 22 недели, да, и, соответственно, там написано, что если, значит, вы мужчина, но у вас на Иждивении один ребенок до 16 лет, и вы воспитываете его без матери. Вот вчера, я просто не знаю, кто начал вот это вот пускать, идите бегом разводитесь, еще и взыщите с нее алименты, и тогда у вас будет отсрочка. Ну, это что такое? Там мальчик не должно быть вообще, там умерла. Ну, да, там ключевое слово без матери, да, то есть мать должна быть либо лишена родительских прав, либо ее нет, ну, то есть там целый перечень, как бы, ну, вот этих оснований, что значит без матери. Если вы идете просто разводиться, это не без матери, да, потому что у ребенка остается и мама, и папа, и ребенок не находится только на вашем Иждивении, потому что есть еще мама. Дальше следующий распространенный вопрос. А вот у меня есть дедушка, я внук. Вопрос. А сын есть? Отец есть? Если есть отец, он должен ухаживать за дедом. И то, если дед в соответствии, ну, то есть с подтвержденными медицинскими бумагами, да, там, не трудоспособен, то есть если вообще есть основания для Иждивения, и если нет того, кто может ухаживать за ним, да, то есть если просто у вас есть дедушка больной, и при этом есть папа, ну, то вот как бы у папы здесь возникает обязанность, но не у вас. Поэтому вопрос с Иждивением, ну, он такой себе, да, то есть мы тогда смотрим прямо, кто подпадает под эту категорию, и даже, ну, не пытаемся юлить, что тут юлить, тут, по-моему, все с этим делом понятно. Также по вопросам сейчас тоже очень многие там думают делать себе каких-то справок левых или еще чего-то. Я как адвокат, я, конечно, не могу такого советовать, просто потому что за это уголовная статья, да. Просто имейте в виду, что подделка документов, сюда относятся подделки справок медицинских и так далее, это уголовная статья. У себя об этом писала в Инстаграме вчера в посте. Соответственно, там есть все реквизиты, санкции, сколько светит там, то ли до двух, то ли до трех лет. Поэтому я рекомендую это делать, крайне вообще не могу и не буду, это неправильно. Что еще, вот на что важно обратить внимание, вопрос с ответственностью. На сегодняшний день это прям такое белое пятно, и вот каким цветом оно закрасится, я не знаю. В чем суть? То есть на сегодняшний день у нас есть только административная ответственность, вот этот штраф 3000 рублей за уклонение от явки в военкомат, за неявку в срок, за неявку по неуважительной причине и так далее. Дальше у нас... Уклонение, что это такое? Вот уклонение... Ну, если вы не являетесь в военкомат... Сейчас, подожди. Вот человек не идет по мере прописки. Он удаленщик, работодатель ему ничего не уведомляет. Он уклоняется? Ну, значит, его не могут пока найти. Вот смотри, значит, его не могут пока найти. Я просто хочу мысль свою объяснить про белое пятно. Значит, у нас есть в Уголовном кодексе статья 328, которая говорит про уклонение от службы по призыву, да? А есть целый перечень статей против... Преступления против военной службы. Вот, значит, что касается статьи, которая про уклонение службы от призыву, вот по ней, по разъяснениям пленума, субъектом является призывник. То есть от 18 до 27. Будут ли эту статью трактовать расширительно и включать ли туда мобилизованных, я не знаю. Потому что на сегодняшний день, со вчерашнего дня, между юристами разразилась прям такая дискуссия, не на жизнь, а на смерть. Потому что одни говорят, нет, субъект только призывник от 18 до 27. А другие говорят, нет, те, кто подпадает в мобилизацию, сюда тоже входят. Вот пока по букве закона не входят. Но опять же, могут быть новые разъяснения и могут входить. Там срок максимальный до двух лет. А дальше уже, если вас мобилизовали, если вас приняли уже непосредственно на службу, вот вас отправили, приняли туда, вы уже становитесь военнослужащим. И на вас уже распространяется ряд других категорий преступления, дезертирства, самовольное покидание службы, уклонение от воинской обязанности и так далее. То есть ряд преступлений, где уже санкция очень большая. Это как раз та категория преступлений, которая вот буквально пару дней назад в кодексе была поправлена, там был добавлен вот этот квалифицирующий признак, что, например, если вы уклоняетесь отнесением воинской службы в период мобилизации, срок там до 10 лет, да? То есть как только вас мобилизовали, прошли вот это вот там освидетельствование, вас уже направили, то есть как только, собственно говоря, началась служба, вы уже субъект вот этих преступлений, по которым ответственность очень большая, да? Но пока этого еще не произошло, и пока вы только в категории тех, кого могут мобилизовать, вот тут белое пятно. Вас вообще могут привлечь паука к ответственности или нет? Потому что статья есть только для тех, кто призывается в армию. И вот как она будет толковаться, я не знаю. Я думаю, что, ну, мне кажется, что в дальнейшем будет толковаться расширительно, может быть, туда будет внесена как раз поправочка, что те, кто будет уклоняться от мобилизации, их как раз тоже можно будет привлекать к ответственности вот по этой уголовной статье. Потому что пока, ну, больше вот некуда натянуть. То есть у нас есть вариант такой, и у нас есть статья по уклонению от срочной службы, фактически, да? То есть вот для призывников. Но мобилизуемый – это не призывник, потому что призывник – это тот, кто первый раз идет на срочную службу. А статьи по мобилизованным у нас как бы нету отдельно. Вот они, получается, да, непонятно куда. Да, то есть я просто вчера тогда, например… Непонятно, куда тебя отнести, да? То есть тебя можно вроде как на уголовный кодекс и сюда тоже можно соответственно… И пока еще нет, да. И пока еще нет. Поэтому непонятно. То есть, ну, вот я говорю прям буквально, половина юристов считает, что 328-я будет применяться и по мобилизационным, а другая половина говорит, не, пока нет поправок, не будет. Но кто его знает, будут эти поправки и когда они будут. Хорошо. Значит, смотри, тогда давай теперь вопрос. Уклонение. Если мне не дают повестку, потому что я не живу по месту прописки, я не хожу на работу, я удаленщик, я не езжу в метро, и мне никакой дядя никакую бумажку в руки не дал. Я являюсь жуклонистом? Или я просто человек, которого ведь еще никто не пришел, не оповестил? Ну, я считаю, скорее всего, второе, но как оно там будет, оно непонятно. Просто дело в том, что, значит, если вы поменяли место жительства, или вот многие говорят, а я вот это, перебрался в другую страну, и мне что-то приходят повестки какие-то, но вы как бы должны исполнять обязанности, это Родина. Если вы перебрались в другую страну, ну, надо было что сделать? Сняться с воинского учета, и вам бы не приходили повестки, да? То есть, если вы уехали на ПМЖ в другую страну до объявления мобилизации, то тогда как бы вам не должны были присылаться эти повестки, надо было сниматься с воинского учета. Если вы это не сделали, это административная промышленность. Есть статья о том, что вы должны, если вы уезжаете на ПМЖ более чем на полгода, вы должны пойти и снять с воинского учета. То есть, как бы, ну, естественно, вчера кто уезжал, а не никто не приходил, и из каких воинских учетов не снимался, это заранее сходить в военкомат, чтобы уже точно никуда не уехать. Наверное, у этих людей целей не было. Какая... Так, давай еще раз. То есть, вот мне никто ничего не дал, я не уклонист, я просто человек, которому никто ничего не дал. Мы так сейчас трактуем, могут быть поправки к этой истории. Дальше. Значит, повестку дали. Тут я сломал по дороге ногу, потерял повестку, заблудился, попал под трамвай, автобус заболел ковидом, вообще не пойми, что со мной случилось, что умер дедушка, бабушка, попал в больницу. В этом случае у меня есть уважительная причина. То есть, технически... Если ты потерял повестку, ты там перечисляла. Нет, там, ты навязал. Перед потерял повестку, не считается, да? То есть, действительно, уважительная причина должна быть. Если есть уважительная причина, то тогда нет ответственности за неявку. Если нет уважительной причины, вот вам административка. Это там какая-то статья, по-моему, 21.5 коап до 3 тысяч рублей. То есть, получил повестку, не пришел, на данный момент это 3 тысячи рублей. Цена вопроса. Должны ли второй раз повестку вручить? Ну, тут вопрос. Они должны как бы добиться того, чтобы ты явилась. Но тут нет такого, что если не является по первой повестке, мы через 5 дней вторую вручаем. Вот такого пункта я не вижу. Ну, видимо, будет добиваться того, ну, то есть, направлять еще повестки, пытаться ее вручить, выяснять, почему вы не приходите. То есть, если направлена уже повестка, и тем более она вручена, почему вы не приходите? Должны прийти. Ну, то есть, технически, если человек, я как не адвокат могу, наверное, это озвучивать, если человек, парень, получил повестку сегодня, на завтра, не пришел, без уважительной причины, просто сказал, не пришел, и все, то на сегодняшний день это 3 тысячи рублей, и он может как бы дальше сидеть не по месту прописки и ждать, пока ему еще одну повестку принесут. Вот смотри, если человеку пришла повестка, он не пришел, а что-то не приходит, то если бы речь была просто о призывнике, я бы сказала, что будет попахивать 328-й, статьей, которая говорит об уклонении от службы, что он не приходит, где-то там прячется, но вот там пока нету того, что она относится к тем, кто подлежит мобилизации, и я не знаю, как будет применяться эта статья, поэтому, на мой взгляд, есть вероятность, что такие действия будут квалифицироваться как уклонение. Лучше всего найти себе уважительную причину. Пока есть такая уважительная причина. Теперь следующий вопрос. Если повестку никто не дал, а ты, я до сих пор удивлена, почему в аэропорту все еще нет военных комиссаров на входе, вот, для меня загадка, но, значит, повестку никто тебе не дал, и ты не имеешь вот это вот основание мобилизационного предписания у себя в военном билете, имеешь ли ты право покинуть Россию? Значит, об этом сказано, по-моему, в статье 21 закон о мобилизации. Значит, как только объявлена мобилизация, нельзя покидать себя, нельзя уезжать и менять место жительства. Вот, сказано напрямую так, вот это прям прямая норма закона. Все, объявлена мобилизация, никуда. Да, но хороший момент в том, что пока ответственность, я за это не вижу. То есть написано, что нельзя никуда уезжать, а ответственности, вот, ну, какая ответственность, вот ты переехал, вроде нельзя уезжать, но ты переехал. За что тебя привлекать? Пока не вижу. Пока не вижу. А то, что у нас озвучивали, значит, все, вчера наши власти имущие, что частичная мобилизация не несет никаких ограничений для перемещения граждан. Ну, смотри, вот я вот смотрю вот эту статью 21, там прям черным по белому написано, я даже выдержки из нее делала, публиковала все. Нет мобилизации в никаких всяких кодексах, как я понимаю, то есть, как бы это понятие такое, которое... Есть в общем мобилизация, есть в общем мобилизация понятия, то есть написано, при объявлении о мобилизации граждане, подлежащие призыву, так, ну, обязаны явиться в сроках указанных предписаниях либо в повестке, и, значит, что они, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения комиссариата. Ну, то есть написано, запрещается. Но нет, вот именно за это ответственности, то есть, если вам еще не вручили повестку, если у вас нет мобилизационного предписания, и вы покинете свое место жительства, вот конкретно за это действие я не вижу где-нибудь ответственности. Запрет есть, ответственности нет, вот так у нас бывает. Но, повторю, пока нет, то есть, может быть, и не будет, может быть, будет, может быть, будет, я не знаю, то есть, ну, не знаю здесь, что делать, то есть, вот я вижу, запрет есть, а санкции за это нет. Там у нас на следующей неделе Обещают разных поправок Я думаю, они будут их принимать Чтобы все эти Юридические сложности Никого не волновали И все это быстро будет решаться То есть на сегодняшний день вы имеете право Не имеете права, вы можете У вас нет дальше никакой ответственности Но опять же еще вопрос Назвали все это частичной мобилизацией А понятия частичной мобилизации Просто как такового нет Есть мобилизация И все, что касается мобилизации Частичной мобилизации Можем только трактовать Из простых понятия мобилизации Частичной это как бы нет Значит Тут вопросы еще были По ватсапу прислали повестку С ошибкой даты рождения Еще раз Анастасия в самом начале сказала Что повестка должна быть включена Лично под роспись Если брат, сват, жена, муж За вас расписались Приняли эту повестку Она не действительно Должны повестку Не надо расписываться Не надо расписываться Так не надо делать Даже если пришли к вам домой Во-первых, никого не обязаны пускать Основание тоже писала Вот звонят мне домой Говорят Здравствуйте Мы к вашему мужу Что я могу сказать? Если его нет дома, например Так и скажите, что его нет дома А если Что вы о чем можете сказать? Нет, хорошо Нет дома, до свидания Спасибо И вы можете не открывать дверь То есть как бы сказать А можно мы зайдем проверим Дома он или нет? Могут или нет? Могут сказать Откройте, мы хотим проверить Он дома или нет Значит, смотрите По общему правилу Когда можно впускать В жилое помещение Есть случаи, когда органы Военного управления А также полиции Могут проникать В жилое помещение Против воли лиц Там проживающих Первое Если на территории Будет введено военное положение Тогда уже спрашивать Вас не надо Дальше В случае, если возбуждено Уголовное дело То тогда Можно проникать Только если есть санкция На обувь Тогда только можно Проникать в помещение Ну и соответственно Если нужно Задержать лиц Которые подозреваются В совершении преступления То есть получается Что проникать Можно тогда Тогда речь идет Конкретно об уголовке Или должно быть Происовано следственное действие В виде осмотра жилища Или обыска в жилище Либо надо Задержать преступника Либо военное положение Ну то есть я не вижу Как еще Можно проникать Не знаю Ну то есть если кто-то Еще знает Откажите на каком основании Прямо сейчас проверим То есть Вам стучатся и говорят Здравствуйте Мы к вашему мужу-брату Вы говорите Прекрасно Его нет Вы говорите Откройте дверь Мы посмотрим Вы говорите А у вас есть Какое-то уголовное предписание Что-то связанное С розыском Уголовная статья Еще что-то По которой вы хотите Попасть ко мне домой И если вам Не тыкают Значит С разрешением На обыск Или Текстом Что Тут было заявление О том Что у вас преступник Скрывается Такой-то То вы Можете Не открывать Вот Значит Окей С этим мы Тоже разобрались Что у нас Дальше Вопрос очень важный ИПшники Вот есть у нас ИПшник Он ИПшник Который вообще Без сотрудников Допустим И тут Ему пришла Повестка Что ему делать Есть ли у него Право На Налоговые Например Ему нужно Завтра в налоговые Документы подать А тут ему Повестка пришла Или Ну смотрите Это же Может расцениваться Уважительная причина Неуважительная причина То есть Это же вопрос Ну Явится в налоговую Потом в комиссариат То есть Тут не в этом вопрос То есть Скорее Вопрос Наверное в том Что делать-то дальше Потому что Просто то Что вы ИПшник Я просто пытаюсь найти Я просто где-то Уже об этом писала Есть право Заниматься Никакой посторонней деятельностью Кроме как Быть военнослужащим Значит Я не вижу Обязанности Прекращать деятельность В качестве Индивидуального Предпринимателя Да Но в период Прохождения Военной службы ИП Освобождается От уплаты Страховых взносов А также От обязанности Лично присутствовать При проведении Контрольно-надзорных Мероприятий Вот Какие рекомендации Для таких ИП Для продолжения деятельности Необходимо оформить Доверенность На какое-то лицо И Тогда можно Продолжать деятельность То есть я не вижу Обязанность Вот смотри Вот такая ситуация То есть мобилизация Или ИП Мобилизация То есть нет такого Основания от срочки Что вы ИП Это понятно Да Соответственно Если вызывают Значит Ну Надо идти Если по какой-то причине Уважительно Не можете явиться Значит Не будет состава За неявку В срок Вот и все То есть я правильно понимаю Что ИП Может написать Некую доверенность На маму Папу Жену На Управление Действия от его имени Потому что если это ООО То понятно Здесь там можно Временно исполняющего Обязанности Да Нанять А в случае с ИП Мне не очень понятно Потому что А то он индивидуальный Предприниматель Да Что у него нету Временно исполняющих Обязанностей Я пока вижу Только вариант С доверенностью Пока так То есть Некую доверенность Сформировать Для того Чтобы В дальнейшем Можно было Но Как ИП Вы можете Получается Не закрываться И освобождать Из-за страховых Взносов И выплат Ну то есть Такой отпуск В ИП Получается Я извиняюсь Слово отпуск Неправильно Здесь Да Но Там есть Возможности В ИП Как в женщинном декрете Взять А-ля декретный отпуск Тут то же самое Получается Формально Теперь Что дальше Если генерального депутата Главного бухгалтера Собственника ООО Или Соучредителя Вот забираю Ситуация Та же Самая Просто С директором Вот пока Он будет Проходить Все эти сборы Медкомиссии И так далее Да То есть Его нужно Ну как бы Освободить От работы На время Прохождения Вот этого всего Поэтому Дальше Целесообразно Будет Принять решение Что с ним делать Назначать Временно Исполняющего Обязанности Либо Освободить Директора Должности И назначить Другого То есть А может быть Уважительные Причины Тот факт Что Человек Не пришел В военкомат Потому что Ему нужно Назначить Другого Генерального Директора На данный момент Временно Исполняющего Обязанности Вот Перечень Уважительных Причин Его В принципе Нет Ну то есть Как бы Та или иная Причина Может быть Признана Уважительной Ну просто Обычно Категория Уважительных Причин Относится Болезнь То есть Если есть Другая Уважительная Причина Помешавшая Исполнить Какую-то Обязанность Но ее Просто нужно Рассмотреть И оценить Она Уважительная Или не Уважительная Или он Мог Все-таки Исполнить Обязанность Но этого Не сделал Поэтому Тут сказать Конкретно Вот это Будет Уважительное Или нет Ну Невозможно Понятно Теперь дальше Что если Уже Мобилизован Что Допустим Соучредитель А надо Принять Какое-то Решение Которое Сейчас будет Там Корпоративное Совместное Если у вас Согласно Устало Там Принимают Решение Все Например Кредит Новый Взять Новый Часто Полю Продать Варианты Следующие Первое Либо вы Делаете Доверенность Чтобы от Вашего Имени Действовали Второе Вы можете Передать Ваше Имущество В частности Долю В доверительное Управление Третье Вы ее Можете Продать Подарить И так далее То есть Нужно Уходя Делать Доверие Потому что Иначе Без вас Никто Ничего Делать Дальше Просто Не сможет Но Я сейчас Теоретически Может ли Быть Такое Что Человек Проходящий Военную Службу Ну Условно Находящийся В каком-то городе Не в зоне боевых действий На территории РФ Допустим Ну в том же Курске Будет его войск стоять Будет иметь возможность Дойти до какого-то Нотариуса Принять Какое-то Корпоративное Он может Смотрите Доверенность Еще В некоторых случаях Удостоверяется Не только Нотариусы То есть Это нужно помнить Что не только Нотариусы Могут Достоверять Доверенность То есть При определенных Обстоятельствах Это могут делать И другие лица То есть Их тоже Перечень Он предусмотрен В законе И По военнослужащим Тоже То есть В принципе Мы же говорим О способе решения То есть Если вы уходите У вас остаются Активы Что с ними делать Первое Оформлять доверенность Не знаю По продаже А по продаже За какую цену Потому что Потом будут Совершены сделки Что вы с ними будете Делать Уже Откатывать назад Каким образом Да То есть Надо Серьезно Отнестись К формированию Полномочий По доверенности То есть Доверенность Это первый вариант Второй вариант Передать долю Доверительное управление То есть Тогда доверительное Управляющее Просто к нему Как бы Предполагается Что он должен Действовать В интересах Сохранения имущества То есть Он не может Уже просто так это разбазарить. То есть второй вариант – это доверительное управление. Третий вариант – это продажа доли, например, с возможностью обратного выкупа, да, то есть так называемые вот эти опционные договоры. Поэтому здесь нужно вот смотреть, какой лучший вариант вам подойдет. Ну и, конечно, уже я прошу прощения, что я об этом скажу, но надо не забыть дойти до нотариуса и составить завещание. Ну, извините, конечно, но это просто очевидно, что надо делать. Я здесь, наверное, со своей стороны добавлю темы, которые мы очень часто обсуждаем. Сейчас она актуальна для всех вдвойне, наверное, что нужно где-то написать список активов, уходя, мобилизируясь в дальнейшем, список счетов и так далее, которые у вас есть, потому что в случае смерти наследники будут с трудом искать ваши счета, особенно если это иностранные счета. И добавлю про криптовалюту, что если у вас есть криптовалютные кошельки, то добыть ваши, взыскать оттуда ваши монеты никто никогда не сможет, если у них нету сид-фразы, то есть фразы, которые дают доступ к кошельку. То есть даже если вы вступите в наследство, скажете тому мужа 100 биткоинов, вот я хочу их наследовать, вы просто не получите к ним доступа. Поэтому здесь неприятно это сегодня особенно. Возвращаясь еще к вопросу доверенности. Я просто сейчас видела, тоже кто-то там пишет рекомендации. Делайте генеральную доверенность. Не делайте генеральную доверенность. Безраздумно и вообще непонятно на кого. Генеральная доверенность дает полномочия вообще на все, что угодно. Поэтому генеральную доверенность можно выдать только тому, кого вы очень доверяете. Вот очень доверяете. Только ему можно выдавать генеральную доверенность. Если у вас вообще разный какой-то список активов, есть уошки, есть деньги в банке, есть квартира или еще что-то, и у вас разный там круг близких людей, ну, дайте условно говоря, сейчас условно, маме доверенность на распоряжение деньгами в банке, жене дайте доверенность там на вот это, там, я не знаю, еще кому-то дайте доверенность на бизнес. То есть можно выдать не одну доверенность на все про все, можно выдать на разные полномочия. Если у вас есть лицо, которому вы абсолютно доверяете, вот ему можно выдать генеральную доверенность. Более того, нужно еще подумать вот о чем, что с этим лицом тоже что-то может произойти. На этот счет можно выдать доверенность передоверием, но это тоже риск. То есть вы, чтобы выдавать доверенность передоверием, что это означает? Я вот даю доверенность Александре и разрешаю ей еще кому-то передоверить. Я даже не знаю кому, да? То есть я настолько доверяю Александре, что разрешаю ей это сделать. То есть вот такой у вас уровень доверия должен быть. Если его нет, не надо делать передоверием, да? Поэтому я прошу к доверенности отнестись крайне серьезно, потому что доверенность дает возможность совершать сделки. Если это генеральная доверенность, то совершать любые сделки, понимаете? Любые сделки. Поэтому здесь лучше посоветовать квартиру, пока вы в армии, спокойно вашу продать. И как бы, да, мог бы же быть неприятно. Я здесь от себя добавлю, что Настя оставляла мне такую доверенность, когда я уезжала в Израиль, потому что уезжала на полгода и понимала, что может быть разные ситуации, при которых нужно делать какие-то срочные решения с имуществом. Пожалуйста, к Насте можно здесь обращаться по всем этим вопросам составления всего. Давай, наверное, возможно... Все, ладно, еще обращу внимание, вот на что просто эти вопросы важны. Например, если вы все-таки выдаете доверенность и разрешаете хоть что-то там продать, то можете хотя бы обозначить, что не ниже такой цены сделка, да? Потому что сейчас продаст за рубль, чего будет сделать? Ну, как бы к полномочиям по доверенности прям серьезно надо относиться. Можно одновременно генеральную сделать на двух человек на одинаковое имущество? Можно у вас будет. Это совершенно разные сделки. И потом они будут в конфликт входить. То есть можно, вопрос зачем. Хорошо. Давай анонсируем, что мы ждем ваши вопросы сейчас в комментариях. Мы будем сейчас на них с удовольствием отвечать. Какие темы мы еще с тобой не затронули, пока пишут вопросы? Да. Смотри, вопросы там, что с элементами, что там с кредитами, да? То есть никакие обязательства не прекращаются, да? То есть если есть обязанность по уплате алиментов, она так и сохраняется. Если есть обязанность по уплате кредита, она так и сохраняется. А вчера, наверное, многие слышали, что есть инициатива и рекомендации Центрального банка максимальным образом идти навстречу тем, кто мобилизуется с возможностью там или какой-то рассрочки, отсрочки и так далее. Но сам призыв не отменяет возникшие обязательства. Вот это надо понимать. Так. И алименты. Куда платят зарплаты мобилизованных? Потому что сейчас там им хорошую зарплату предлагают 200 тысяч. Плюс еще там Собянин сегодня обещал по 50. Мы не то чтобы рекламируем, но как факт у многих, может быть, больше теперь зарплаты. Я не знаю. То есть здесь нужно понять, куда он будет призываться, куда потом направлять этот лист и взыскивать с его довольствия денежного эти деньги. Так. Значит, но опять же давайте тогда так. Если женщина сейчас получала все время алименты с работодателя, да, то есть, извините, я сбылась. От работодателя. Да, работодатель выплачивается, потому что у него было исполнение. Дальше нужно понять, соответственно, где будет что-то у меня. Так, нет. Дальше нужно будет понять, где будет служить. Да, я тебя слышу. Все хорошо. Звук есть. Есть. Да, у меня сейчас перерывно. То есть надо будет дальше понять, где он будет служить. То есть сама обязанность, она не прекращается. Как это технически сделать? Я думаю, что тоже скоро будет и разъяснение, как, что, куда. Ну, то есть сам факт, обязанность по уплате алиментов не прекращается. То есть куда обращаться женщине за алиментами, если вдруг ее бывший супруг, отец детей, не обязательно супруг, а просто отец ребенка, который платил алименты. Есть этот вопрос. Ну, я думаю, что, смотрите, исполнительное производство у пристава, да, пристав направил листы, направил постановление об исполнении работодателю. А работодатель его уведомляет. Вы знаете, он угол на службу. Куда он угол? Вот туда. Ага, идем заискивать алименты вот там. То есть как бы общаться с приставом, уточнять. Еще вопрос, может быть, когда не тут человеку, который сейчас мобилизован? Кого? Я расслышала. Тут на человека. А, про суд, про суд, про суд. Про суд. Да, смотрите, на время прохождения службы все дела приостанавливаются, где участвуют члены, где участвуют стороны, которые призваны. То есть поэтому на время, пока они призваны и проходят службу, будет приостановлено дело. То есть подать суд на человека можно, дело подвинется после того, что он придется. Ну, это основание для приостановки производства по делу просто. Вот. Если идет сейчас процесс судебный, то здесь можно как бы не переживать. Приостановка по делу. Приостановка по делу. Касается ли такая приостановка каких-то... Могут ли быть какие-то дела, по которым нет такой приостановки? Ой, ну я не знаю, я так на вскидку не скажу. Просто это общее основание, да. То есть если вот в период там боевых действий, военных операций, то есть это основание для приостановки производства по делу, потому что граждане имеют право участвуют лично, да, а они эту возможность не могут реализовать, потому что у них уважительная причина, они находятся на спецоперационных действиях. Хорошо. Значит, про многодетных отцов просят сказать. Четыре ребёнка нужно... Четыре и больше. Четыре и больше. Четыре и больше. Четыре младше шестнадцати. Если три и восемьдесятнадцать, уже... Вот там, да, по отстрочке. Сейчас ещё раз открою эту статью. Четыре и больше, да. Отстрочка на четыре и больше. Привлекут ли работодати, если не может уведомить удалёнщика? Мы определились, что это административная статья. Если ответственны за непостановку на воинских учёт для физлиц. Это всё административно. То есть, если вы не снялись с учёта, когда должны были, не уведомили военкомат о чём-то, это административно. Так. Врачи непрактикующие тоже военно обязаны? Ну, ребята, смотрим вот эту вот статью по запасу. Я же даже вам назвала, какая она, потому что там просто целая простыня. Статья 52 закона о военной службе. Мы сейчас номер этой статьи. Да. Статья 52 закона о военной службе. Там перечень граждан, которые считаются находящимися в запасе. А мобилизацией призываются те, кто находится в запасе. Соответственно, мы смотрим этот список и понимаем, что это ровно тот список, который может быть мобилизован. Мы название статей, номера статей, извините, мы дадим обязательно описание под видео. Все там, конспектом всё изложим. Значит, если сотрудник получил повестку, то его увольняют, обязаны ли, можно ли не увольнять, видимо, вопрос. С какими выплатами и какой датой? Смотрите, тут вопрос интересный и мнение расходится. Потому что, с одной стороны, вроде написано, что в связи с поступлением, сейчас прям отвечу, в связи с призывом на военную службу, контракт прекращается. Ну, трудовой договор должен быть прекращен и должно быть выплачено выходное пособие в размере двухнедельного заработка. Сегодня уже просто весь интернет о том, что мы сейчас поменяем трудовой кодекс и сохраним рабочие места. Но в трудовом кодексе и так есть статья, которая, мне кажется, позволяет это делать и можно, вот, например, по статье 170 работодатель обязан освободить работника от работы с сохранением за ним места на время исполнения государственных или общественных обязанностей. Я не знаю, куда можно мобилизацию отнести. То есть, ну, теоретически можно по этой статье сохранить, а вот по статье 83 трудового кодекса написано, что трудовой договор прекращается в связи с призывом работника на военную службу. Ну, пока мы споемся на том, что он прекращается и выплачивается вот этот двухнедельный заработок, но, может быть, с учетом того, что уже, как бы, очень много высказываний депутатов на этот счет, может быть, нас ждут поправки в трудовой кодекс в самое ближайшее время как раз по этому вопросу. Так, а вопрос, если я не хочу увольнять сотрудника, то я могу его не увольнять, а дать ему а-ля отпуск бессрочный по собственному... увольняться, ну, пожалуйста. То есть, можно дать по собственному желанию, он без зарплаты ушел в отпуск с сохранением дальше себе места, правильно? Ну, просто можно как бы либо сохранять место, либо увольнять. Тут варианта два, да, то есть, пока вроде юристы сообщества склоняются к тому, что есть это основание для прекращения трудового договора по обстоятельствам, независимым от воли сторон, но, как мне кажется, есть еще основание для того, чтобы сохранить за ним место. Думаю, что в самое ближайшее время будут либо разъяснения, либо поправки в трудовой кодекс именно на этот счет. Значит, если он живет за границей, а придут ко мне по его прописке, что мне сказать? Мы определили, что вы можете вообще... Цены нет. Даже нет. Ну, нет его, можно сказать. Смотрите, просто, если он живет за границей, живет там давно, то как его оттуда-то призвать? То есть, он просто должен был уведомить военкомат, что его надо снять с учета воинского. Просто он должен был это сделать. Ну, не сделал, но административка у него. То есть, если бы сделал, мы не пришли бы к вам, понимаете? То есть, у нас вот опять вот эта круговерсия того, что мы не понимаем, что нам надо делать. Вот уехали вы на ПМЖ, почему вы не сказали военкомату, что вы уехали на ПМЖ? Что? В чем сложность была это сделать-то? Не приходили бы к вам теперь с поездками. Разные бывают ситуации. Уехал на месяц, остался на полгода, а там уже и женился, и детей завел, и решил не возвращаться. А можно ли удаленно уведомить? Я не знаю, там человек сейчас берет и ДХЛ им военкомату привет передает со словами «Извините, я уже полгод как в другой стране, я вообще гражданин уже другой страны, спасибо, до свидания». Но как бы, можно ли так сделать? Теоретически. Как именно? Ну, порядок уведомлений, а что ты не скажешь? И предлагает уведомление почте, ДХЛ им, ЕМС им, военкомат, со словами «Я за границей». Про порядок уведомления не скажу, думаю, что письмо можно направить в любом случае, но как это правильно сделать? Лучше посмотреть, какой именно должен быть порядок снятия с учета. Если Син должен вернуться со срочной службой через месяц, он вернется или его прям с армии могут мобилизовать? Здесь вопрос. Срочники, которые вот-вот у нас станут дембелями, они сразу же попадают... Возвращаемся в начало. И, наверное, уже будем закругляться. Значит, мобилизуй тех, кто в запасе. Как только он станет запасником, могут мобилизовать. То есть срочник, проходящий службу сейчас, как только он становится дембеля, он попадает в запас. Как только он попадает в запас, его можно мобилизовать. То есть его можно технически даже в казарме не отпускать с мамой, а сразу... Вот технические вопросы, они точно не ко мне, да? То есть я могу сказать только то, что я вижу в законе, да? Мобилизация, запасники. Как только ты в запасе, ты можешь быть мобилизован. Хорошо. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам было полезно. Мы постарались дать очень много полезной информации. Настя, спасибо большое. В комментариях к этому видео, во-первых, мы оставим тайм-коды, во-вторых, у нас будет видео на YouTube, канале и у меня, и у Настя. Можно посмотреть. Настя активно отвечает в своем инстаграме. Туда можно написать в ее аккаунт. Так, что-то еще важное. Что-то еще важное, я, извините, сегодня сложно и очень эмоционально. Наверное, еще раз делать очень хорошую доверенность и очень хорошо вас может проконсультировать по этому вопросу, то, что мы сегодня обсуждали. Поэтому, если вдруг вы мобилизуетесь и вы понимаете, что вы не хотите остаться без вашего имущества в случае чего, то есть прекрасный адвокат, который может вам посочувствовать и помочь в том числе. Спасибо большое. Я просто стараюсь максимально по понятным языком писать как в инстаграм-канале, так и в телеграме. В телеграме просто больше текста помещается. Поэтому там по большому счету можно какие-то вот такие основные моменты читать. Потому что одно дело, когда мы говорим со слухом, может плохо восприниматься. Другое дело, когда вы можете прочитать, увидеть, дальше пойти погуглить и более полно сформировать картину о том, что происходит. Точно, конкретно, что будет, что не будет, а какие риски сказать не может никто. Мы можем только посмотреть, что сейчас есть в законе и предположить, какие возможные изменения будут несены. И то, это как гадание по кофейной гуще. Друзья, берегите себя, своих мужчин. Мы желаем всем вам быть вместе с семьей. Это самое ценное, что мы можем только иметь на сегодняшний день. Кто не попал на самое начало, ждем запись и смотрим. Ее можно будет смотреть на Ютубе, а у Насти на канале сегодня еще вышло в Телеграме очень много полезной информации. Все, что мы озвучили в эфире, она сегодня расписала по пунктам. Идите, смотрите, помните, пожалуйста, о ваших правах. Ну что ж, как только, если у нас появятся какие-то обновления, я думаю, что мы сделаем какой-то, да, второй эфир, чтобы разъяснить все те белые места, которые сегодня мы озвучили. Всем до свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok